Как быть здоровым каждое утро? В ресурсе, в настроении. Для этого, конечно, нужно движение. Знакомьтесь, Алла Ильницкая, врач-инфекционист и аллерголог, медицинский стаж, 38 лет. Сейчас на пенсии, изучает нутрициологию и ведет инстаграм-блог о здоровье и правильном питании. Для того, чтобы, конечно, быть всегда в ресурсе, в тонусе и получаю огромное удовольствие и вдохновение от того, что я делаю. Потому что эфиры проводить научила, меня тоже дочка Анастасия Зигля научила вести инстаграм. И после этого я стала вести свой блог. А еще у Аллы есть группа. Встречаются ровно в 7 утра на Бендерской набережной. Дыхательные практики, гимнастика и скандинавская ходьба. Ежедневный ритуал. Пройти 10 тысяч шагов для нее не проблема. У нас для здоровья нет выходных. Мы это делаем настолько в удовольствие, вообще на природе, любуемся красотой восхода, друг с другом просто общение. И, конечно же, движение заряжает, дает энергию, силы. И вот действительно один день пропустишь и ходишь как вымоченный, как лимон выжатый. Ну, совсем другое ощущение. А это Никифор Семенович, заведующий хирургическим отделением в детской больнице Бендер и муж Аллы. В медицине 54 года. За его спиной сотни сложных операций. Порой у операционного стола стоял по 6 часов. Это ребенка. Мы оперируем. Он попал под машину. Как бы сочетанная травма была. Перелом таза, разрыв кишечника. У Димы перелом сломал руку на баскетболе. Сейчас перевязка. А здесь глубокий порез. Мальчик упал на разбитую бутылку. Водички больше пей. Водички. Потому что тебе нужно. А какую надо пить? Какую лучше. Очень много таких детей. Даже вот последний случай был. Ребенок 11 лет. Три часа, наверное, зашло. 11 месяцев. Спасли. Многие. Падения с высоты. Разрыв кишечника. Разрыв селезенки. И такие случаи спасания. Практически сколько помню. Никифор и Алла больше 50 лет вместе. На прошлой неделе, 14 февраля, отпраздновали 48 лет со дня свадьбы. В гостях внучка Кристина. Сейчас учится на четвертом курсе медколледжа. Мечтает стать медсестрой. Вдохновили бабушка с дедушкой. Также мне очень интересно было как бы помогать людям именно с какими-то тяжелыми ранениями. Мне было очень интересно именно в процессе этом участвовать и знать про заболевания. Любимый торт «Наполеон» – сюрприз для любимой жены от мужа. Каждый день можно устраивать сюрпризы, если хочешь. Вот сюрпризы. Каждый день у меня цветы. Что-нибудь всегда можно придумать. Просто пойти погулять по городу. Это тоже сюрприз. Вечером нет, нечего сидеть, пойдем погуляем. Чтобы просто быть в тонусе. Все. И все. У нее задание есть. 10 тысяч, что вам она должна сделать. Да, я обещала. Познакомились на вручении студенческих билетов в Одесском мединституте. Потом вместе сидели за одной партой. Ты сидел тогда с группой мальчиков. И мы спускались получать эти билеты. И помню, вы так смеялись над тем, как мы спускались. Я не знаю, чего вам так было весело. Да, мы с войной. Да, но мы, конечно, это очень смущались. Я такая еще гордая всегда. Потом совместные походы и путешествия. Смотрю, как он ловко это все делает. Палатку, если он разбирает все. Я смотрю, у него такие сильные, красивые руки. И так он все аккуратно и ловко делает. И я просто влюбилась в его руки прежде всего. Оказывается, руками. А он влюбился в мой непокорный характер. Секрет их семейного счастья, в уважении и любви. А еще пара пишет друг другу стихи. Мой любимый родной муженек. В день улюбленных февральский денек. От души я тебя поздравляю. И с волнением я вспоминаю. Как Микишечка встретились мы. И как были с тобой влюблены. И пускай пролетают года, а любовь ишь кричает всегда. Субтитры создавал DimaTorzok